Друзья, всем привет! Я нахожусь возле УВД Замоскворечья. Здесь в заложниках удерживаются со вчерашнего дня феминистки, которые выходили на одиночные пикеты против домашнего насилия. Их задержали. Непонятно, что им даже предъявляют. Ну, удерживают уже больше суток и собираются держать, видимо, 48 часов. Сюда прямо к УВД подогнали автозак. Видимо, если активисты придут на пикеты, их будут задерживать в автозак, а не в отдел. Вот, собственно, вход в УВД. Полицейские уже на готове. Они даже периодически подходят к людям, спрашивают, что вы здесь делаете. Вчера прошла акция... От полицейских? Нет, это недалеко. Чтобы вы занимали, вы не пропорите, не контакты, не пропорите, не пропорите, не пропорите, не пропорите. Вот там вот... Так, друзья, на связи. Что-то трансляция глюканула. Я думал, она упала. Нет, не упала. На связи. Вот мы находимся возле УВД. Продолжение следует... Да, мы находимся возле УВД за Москворечья. Здесь уже больше суток удерживают активисток, которых вчера задержали. Альтернативы и один парень, да. Шесть девушек, да, по-моему, задержали? Да. Дэн, привет. Приветствую всем, подписчики канала Рос Ньюз. Прямой эфир. Так вот, сегодня здесь должны состояться пикеты относительно такого жесткого и безпричинного задержания, я понимаю, девушек, вполне ли? Ну, вы что-то слышите, так сказать, да. Понятно. Понял. Мы находимся возле УВД за Москворечья, где уже больше суток удерживают девушек, участниц одиночного пикета против домашнего насилия. То есть девушки просто вышли с пикетами, их задержали, непонятно что им предъявляют, и решили оставить на 48 часов в ужасных условиях в отделе полиции. То есть теоретически их могут там заразить коронавирусом, туда часто приводят каких-нибудь пьяниц задержанных. Вот там просто девушки, политически активные, активистки сидят в ужасных условиях. Вот УВД за Москворечья. Вот там. Вот, видишь, держат в античеловеческих условиях уже больше суток И хотят продержать 48 часов Ничего не предъявляют То есть пока никто, даже журналисты, не знают, что им хотят предъявить Пригнали сюда автозак Автозак будет, видимо, задерживать, если кто-то встанет с плакатом И увозить в другое ОВД То есть специально, чтобы они сидели не здесь, как бы Дэн бывалый, Дэн знает все Да, 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 да Наблюдаем, следим за ситуацией Скажите, кто еще здесь Ну, а пока никого Можно спросить, эти ребята не журналисты? По-моему, журналисты Потому что к ним полицейские подходили Пока активистов нет Да Ну, почему прийти глупый вопрос? Наверное, из солидарности, из поддержки, из гуманитарности? Да, конечно Девушки, которые побежали, являются также активистами И три девочки там находятся также нашими активистами И являются наши активисты Соцфема-альтернативы? Да, соцфема-альтернативы Мы не боимся, по-моему, проявления нас И также там есть активисты из дочери Си Это также наши солидарные активисты Как еще раз называются? Дочери Си Мы с ними солидарны также в борьбе против полицейского беспредела и Патрия Фады А что им предъявляют, скажите? Им предъявляют неповиновение полиции А почему так долго держат, не говорят, в суд? Потому что сегодня не приняли у полицейских документы в суде А все ли личности установлены? Да, да, все личности установлены Понятно У всех 20.2 19. 19.3, да? Да, 19. Неповиновение сотрудников полиции Да, абсолютно Ну, там еще один момент Неповиновение законов Ну, в общем, ждем одиночные пикеты Продолжение следует... Так, ну, активисты говорят, что пикеты будут Просто, видимо, там задержка какая-то Не знаю Не могут распечатать плакаты Полицейские светятся уже Готовятся такие Высматривают что-то там В каждого прохожего всматриваются Я сюда заранее приехал То есть смотрю Полицейские к кому-то парню подходят Типа, что встал здесь? На пикет пришел Тут такой Да нет, я вообще просто мимо иду Как бы Ну, ладно Такие, ну, то есть Прохожих от скуки уже начали докапываться Тех, кто останавливался возле УВД Просто А погода сегодня богомерзкая Идет такой снег Переходя из снега-дождь Опять снега-дождь Вот, который сразу тает Да Автозак Их разыскивает полиция Кто тут у нас наклеен? Жамалдаев Бойко Галина Николаевна Знакомых нет Так, так, так Аня, полицейские все туда ходят Что-то консультируются Пока не подходят к активистам Активисты ждут плакаты Скоро они появятся Так, так, так Что они там Докапываются До Сергея О-о-о От скуки начали журналисты Полицейские решили докопаться До журналистов От скуки Я не придумываю Документы Вы придумываете Свои качелки 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 это называется Приставили? Приставили Да Вот здесь Наверное Я не приставил Активистов Что делает Если technologies Активисты Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok Прячется Девушка не собственная альтернатива Может быть задержали какую-то девушку молодую задержали В полицейской машине уже сидит Я в маске, надеюсь слышно как я говорю Потому что получается такой глухой голос Из-за того что Звук бьется в плотную маску Полицейских там целый автобус Еще и сотрудники в штатском Целая пачка Они все сидят греются Вот он полицейский бус Но сейчас скорость минуты на минуту Развернут плакат И начнется динамика Все Сейчас с минуты на минуту Начнется С минуты на минуту начнется Да у тебя есть информация Да Ага Так что сейчас с минуты на минуту начнутся пикеты Полицейские готовы Сейчас будет хватать людей А вот Первый плакат Появился первый плакат Пятнадцать суток За одиночный пикет Протест не преступления Требуем свободы собраний Да И совершенно Отвратительно Что мы просто позволяем Этому происходить Нам нужно Этому сопротивляться Несмотря на то что нас задерживают И даже если нас сажают спецприемники Потому что дальше будет только хуже Угу Спасибо Огнозируйте еще задержание или нет Или сотрудники полиции вообще походить не будут Я надеюсь что задержание не будет Как минимум Потому что у меня это уже будет повторное Так но они идут Может вам бежать Вот уже идет вереница полицейских Сотрудники в штатском вместе с ними идут Да Сотрудники партнадцатого Сотрудники Компания Мужчин Депутаты Мужчин Мужчин Получился Мужчин Мужчин Выглент Чем Болей Мужчин Субтитры делал DimaTorzok Так, полицейские говорят, что вы не переживайте, мы вас не будем задерживать, но они, наверное, обманывают, потому что они подвели еще двух девушек полицейских, а это значит, что девушек должны задерживать девушки. В общем-то, просто провел документы, сказал не переживать. Да, он вас успокаивал. Смотрите, гуманные сотрудники полиции пошли. То есть, релтори решили стоять в пикете, да? Плохой, добрый полицейский прям. Да, мне очень великодушно позволили стоять в одиночном пикете. Без плаката. Без плаката, я думаю. Без плаката? Ну, видимо, на это не метал. А, так, плакат забрали или нет? Нет. Ну, я сейчас его снова разверну, посмотрим. А, снова? Ну, а что? Посмотрим лекцию. То есть, девушка хочет проверить реакцию сотрудников полиции. Посмотрим на реакцию сотрудников полиции. Что-то они отряд делают на плакат. Ну, какой-нибудь полиции, то есть, у нас, где он уже умеет. Да, ну, мы увидимся, что моментальная реакция, то есть, на каждое лент. Сейчас, опять плакат у нас тоже, я не буду показывать. Что-то еще. Что вам? Не знаю. Скорее, долг. Долг. Перед? Перед гражданский долг, солидарностью. Солидарностью и гражданский, и политически перед всеми. Потому что свобода слова, это то, что должно быть у всех у нас. И это именно то, что нас сейчас пытаются отнять. Власти покрывают домашнее насилие, сексуальное насилие, полицейское насилие. Зато активисток, политических активисток, гражданских, отправляют за решетку, сажают спецприемники, сажают в тюрьму на много лет. У вас были задержания? Да, меня задерживали этим летом на пикете за юно-тиховом. Да, они за одиночный пикет 20.2. Это было на бульварном колесе. Это был локт-тюрь, да. Я вас не помню, но я тоже не помню. Ну, я помню, как весело было в автосайте. О, да, было очень весело. А правда, как на битой дешевке мы не пели песни. По-моему, даже мы ее танцевали. Да. Да, есть, что-то помню. Активизм по полиции сохранять. Так, активистки думают, возможно, передвинуться в другое место, более людное. Вот эти там люди в штатском такие что-то суетятся, обсуждают, что делать, отзванивают кому-то, вышестоящему начальству. Вы представляете, какое количество дармоедов просто. Из одного пикета они не преступников ловят, они вот бегают за девочками. Просто армия дармоедов каких-то. Вы про политику несколько раз говорите. Вот это очень интересный для меня момент. Образовываются иногда специальные экономические протесты. И люди в них, ну, кого-то же усилили, например, у кого-то что-то там отбирают и так далее. Кого-то все-то лишают или какой-то закон не нравится. Так, друзья, ну вот вы видите, мы находимся возле ОВД Замоскворечья. Тут целая орда полиции на одиночные пикеты. В ОВД находится 6 человек. Тех, которые вчера участвовали в одиночных пикетах против домашнего насилия. Их уже больше суток удерживают в отделе полиции. На 48 часов задержали. Там ужасные, нечеловеческие условия. То есть тебя водят в туалет там по просьбе через раз. Так. Полицейский думает, что делать. Мы понимаем, что закона о домашнем насилии недостаточно. Он не поможет большинству людям, потому что что нужно женщинам, ведь любым людям, которые подвергаются насилию в семье. Им нужны деньги, им нужно, чтобы было куда уйти. Им нужна работа, им нужна зарплата. Закон? А закон? Закон о домашнем насилии, он действительно хороший, да. Он предоставит охранные ордера. Он сможет защитить жертву. Но если тебе некуда пойти, если у тебя нет денег, ты все равно, в принципе, просто не от куда идти. А нам нужны зарплаты, нам нужны кризисные центры в каждом районе. Но и кризисный центр, это тоже не панацея, это увеличено время. Нам нужно, чтобы люди могли в любой момент сказать, так, я отсюда ухожу, и у меня есть возможность идти и жить дальше, работать. Я потрачу его ребенка. И я буду жить в какой-то квартире или где-то еще. Но сейчас, в общем-то, женщина, например, находится в состоянии экономической зависимости. Просто потому, что, типа, когда у тебя нет своей квартиры, когда тебе платят жалкие копейки на работе, когда у тебя есть ребенок, ты не думаешь о том, что нужно спасать себя от домашнего насилия, ты думаешь о том, как же не выжить. И если выжить можно только в семье с адмюзером, по сути, выборов у тебя не очень много. У меня еще к вам вопрос возник. Может быть, дополнительная будет польза от нашего эфира? Вы же сказали про кризисные центры. Можно поподробнее где они все пикуют? Если я в этих городах, я догадываюсь, что они здесь. Вот смотрите, какая толпа полицейских. Вместо того, чтобы ловить преступников, они охотятся за одиночным пикетом. Там целая толпа сотрудников в штатском задействована. В форме из-за одиночного пикета. Вот это, собственно, правоохранительная система в РФ. Они могут нападать на девочек, хватать их, на 48 часов задерживать. Там будут вести следственные действия какие-то. Представляете, какой абсурд просто. Это так система деградировала за 20 лет правления Путина. При Ельце ни такого не было. И вот тех, например, в местных сексуальных центрах, которых есть в Москве, их тоже недостаточно. Здорово, что он и есть, но нам нужно больше. Нам нужно, чтобы государство давало гарантии для того, что всем жертвам домашнего, сексуального и нового насилия будут куда пойти, чтобы государство из госпюджета бесперебойно финансировало это. Но куда у нас идут государственные деньги? Они идут на теловые структуры, они идут в карманы депутатам, они защищают интересы олигархата, но совершенно не представляют и не отстаивают интересы простых людей, таких как мы. А кто-то может рассказать о кризисных центрах на Северном Кавказе, если, конечно, вы не боитесь? К сожалению, я не специалист в этой теме. Возможно, вам подскажет Митаван про кризисные центры на Кавказе. На Северном Кавказе. Вот возник такой вопрос. Кризисных центрах на Кавказе их нет. Чаще всего там из-за... Они основываются на традиционных ценностях и на менталитете Кавказа. Это становится оправданием для того, чтобы не помогать женщинам жертвам домашнего насилия. Ну, не только женщинам, это могут быть и пенсионеры тоже. Но государство некогда не поддерживает этих женщин. Более того, обществе некогда поддерживает этих женщин. Женщик семьи, 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 семьи. И все подсаживаются какие-то инициативы. Если они могут продолжать как-то существовать, они там продолжают существовать. Но если государство их находит и решает для себя, что эти кризисные центры как-то мешают для ингредиентности дальнейших и поддержки того уровня насилия друг к другу в связи с гражданами, то они прекращают уконечивую деятельность этих центров. Спасибо. Да. Убийцы бы не открыты. Наоборот. Убийцы бы не открыты. Тут локальники, как я сказала. То есть тут больше всего работают СМИ. СМИ представляют определенную точку зрения. И через эти СМИ граждане воспринимают эту точку зрения. И таким образом они сами встают против деятельности кризисных центров, потому что им кажется, что разрушается обыденность, которой они привыкли. То есть для них женщина спровоцировала насилие, а не женщина, которая пострадала от насилия. Поэтому и государства через граждан и через депутатов воздействуют на кризисные центры и мешают и ограничивают эту деятельность. Вот ваша знакомая сказала, что здесь есть центры, которые открывают религиозные организации. Ну, частные, да? Нет, скорее не религиозные организации. А с суклоном как бы? Ну, просто я читала про некоторые маленькие кризисные центры условные в регионах. И там просто люди, которые там работают, это люди, которые не прошли какое-то обучение. Ну, в общем, они не придерживаются каких-то прогрессивных взглядов на домашнее насилие. Здравствуйте, девушка. И к вам еще раз. Новая пикетчица. И сразу же полицейские промчались. И сразу же полицейские промчались. И сразу же полицейские промчались. Пивык Городов. Я отлично к вам запрощаюсь. очень тихо говорят ничего не слышно вас тоже это касается я вас предупредил я надеюсь на ваши понимают это что-то очень странное мне показалось как какое-то странное слово договорились я услышал а слово закон что говорили полицейским что он тихо говорил может быть наши зрители слышали но я старался а вы для какого с не снимается цен центр с мегалом потом сам будешь просматривать так все четыре . 2 пикеты являются публичные мероприятия незаконные мы договорились смотрите парень заснимает как вы понимаете новый плакат немедленно отпустить задержку не и и и Новый плакат «Немедленно отпустить задержанных». В ОВД «За Москворечья» незаконно удерживают активисток и активистов. Я вот хоть и журналист, но у меня всегда вопрос. Можно сказать «журналистка» или «всероно журналистка»? Такая тенденция сейчас. Я полностью поддерживаю тегмитивов и за то, чтобы они стали никакой нормой. А норма может сформироваться только если слово «занец» постоянно употребляет. Поэтому журналистка. Журналистка. Мы, уважаемые зрители, запомним, и у нас теперь все наши журналисты станут журналистами и журналистками. Учту. Я только за. Возможно, если бы мы говорили на этот фонд «журналистки», а не на русском, с этим было бы проще, если бы в принципе не создавала категории года, и если бы мы, случайно, как в немецком, по любому слову можно было образовать химмитив. Но у нас так получилось, что для каких-то профессий химмитивы создавали изначально, у нас женские профессии никаких не появились, и вот это именно и приводит к дискриминации. Ну, у нас есть бухарда и повариха, но нет, не знаю, докторки, биологини, так что. Скажите, а как относится Word к иммитивам? Word? Word. Ну, ошибку выдает Word? В компьютере. В Microsoft Office Word. А, ну, все. Прошли полицейские снова переписывать паспортные данные. А тут задержали девчонок, которые стояли в пикетах против домашнего насилия. Их держат уже сутки здесь, и тут пришли другие девчонки в защиту их выступать. А-а-а. А что, это ИВС, что ли? Это просто отдел полиции. А, отдел полиции. Их прям там держат, ну. Ага. Понятно. И тут целый, это УПА полицейских сразу кидается на всех. Да? Ага. А что где эти люди? Ну, они сидят там. Поддержка. А, поддержка, ну, вон, девчонки там стоят. Тут, тут, тут. А тут мало народу. Ну, да, тут не очень много. Сеть. Какая армия полиции просто. На одиночный пикет десяток человек. Пикет не состоится без похода в стройку полиции. Да. Вот так все спокойно проходит, как бы. Удивительно. Вчера задерживали. Ну, вчера был резонанс такой в СМИ, потому что жестко задержали. Девушек, которые вышли против домашнего насилия. Причем даже одна моя знакомая выходила, которую ее парень избил за день до этого. И вот она вышла в пикет с разбитым глазом. У нее глаз прям весь красный был. Вот. И ее задержали. То есть, девушка вышла, избитая против домашнего насилия. И, несмотря на это, ее задержали. То есть, это уже сухожда зависит от пилотка. Да. Да. Интересно. Спасибо. Очень познавательно. И, конечно, прохожие интересуются. Пацаны шли. Просто какие-то такие обычные пацаны подошли, спросили, что такое. Типа, будет ли, ну, как бы, а почему народу так мало, таки, надо больше выходить. То есть, уже даже обыватели поддерживают любой протест против власти. И, как бы, вся страна против Путина и единой России. Давайте мы с вами пойдем туда, на. А, пойдем, мы не можем. Пойдем туда. Так, друзья, мы гуляем по Москве. Моменты все равно следят, потому что мы в прямом эфире. Сейчас мы будем смотреть. Наслаждайтесь видами ковидной осенней Москвы. Метро? Чем? Не знаю, там, может быть, еще будет пикетов. А, да? Не, не, есть прямой эфир. Так, друзья, ну, продолжаем прямой эфир, идем. Наслаждайтесь видами Москвы. Наслаждайтесь видами Москвы, если никогда не были. Хотя это удивительно, если вы в Москве не были. А, я не знаю, думаю, в Москве все будут все-таки столицы российских спиратов. Кремль, Новодевичек, ладно, все, да, конечно. А Кремлодевичем мы по-другому. Все в Москве. Ну-ка, что там? Я жирно, раз я тебя посмотрю, да. И на Кремль, и на Нази. Так что, о, автозак едет. Автозак крадется. Задерживают девушек просто так. Задерживают, не предъявляя никаких требований, хватают и тащат в автозак. Активистки шли к метро и их схватили. Просто по пути к метро схватили и утащили. Редакция, вы видите? Задержали трех девушек и парни, пожалуйста. Не-не, парни не задержали. Трех девушек задержали. Так, друзья, ну все, трех девушек задержали. Трансляцию можно заканчивать. Везут непонятно в какой отдел. Продолжение следует...